Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами программа о земном и небесном, в студии Юлия Вычкова. Я Константин Герлинг. Мы продолжаем беседовать с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка! Доброе утро! Доброе утро, Константин и Юлия! Доброе утро, дорогие братья и сестры! Продолжим диалоги о животных. Вот неделю назад мы говорили о домашних питомцах, но сейчас я предлагаю расширить тему и говорить о скотине, о зверях диких. Да, в общем, о тварях небесных. Кстати, не обидное же слово. Нет, тварь, в общем-то, это употребление слова, которое связано с пониманием того, что это творение Божие. В этом смысле человек тоже является творением Божиим. Но у животного человека есть одно важное отличие. Человек призван быть еще не только творением, но еще и сыном. И поэтому, когда человек теряет вот это Бога уподобление, как сына к отцу, иногда его называют просто творением. Владыка, вот в Евангелии, в повествованиях о святых праведниках, в других христианских текстах, очень часто видим примеры общения с животными, причем самыми разными. Вот христианство не разделяет животных на плохих и хороших? Нет, конечно. Всякое животное, весь животный мир – это все в целиком из творения Божия. Хорошими или плохими, если так можно сказать, они не сами по себе становятся, а скорее являются проявлением нашей глубокой разобщенности. Или, проще говоря, с тем, когда мы сами в творении носим разлад. Когда творение не имеет цельности из-за нашего собственного выбора. Ну, к примеру, вы знаете, вот я нередко посещаю Среднюю Азию. И когда путешествую по Средней Азии, то, конечно же, спрашиваю, а что тут водится. Мы выходим там из машины в пустыне посмотреть, как цветет колючка. Кстати сказать, это потрясающее зрелище. И спрашиваю, ну а как, вот тут какие-то есть опасные, ядовитые и прочие гады. Да, говорят мне, очень большое количество, но если вы не будете представлять им угрозы, они вас не тронут. Есть определенная модель поведения. Нужно быть просто очень внимательными, смотреть себе под ноги, аккуратно ступать и случайно не наступить ни на какую-то тварь, которая греется в первых лучах солнца. Вот, все очень просто. Поэтому, собственно говоря, агрессивность и неагрессивность – это нередко просто следствие нашей некой разобщенности с творением. Ну, плохих или хороших животных нет, а есть несъедобные. В христианстве, как в других религиях, есть такие? Какие-то запреты, да? Ну, так называют, да, запреты на вкушение животных. Они существуют в традициях нехристианских. Но, кстати сказать, надо бы помнить вообще, откуда пошла эта традиция. Всегда ли, проще говоря, человек ел животных? Из Священного Писания мы знаем, что до Великого Потопа первые люди не вкушали животных. Они питались исключительно растительной пищей. Уже после Великого Потопа Бог заповедует, заключает с человеком новые, скажем, законы, новые договоры, если так можно сказать, современным языком, в котором вручает человеку в том числе и животный мир. И в том числе и дает возможность вкушения животного. Но в это же время появляются животные, которые относятся к чистым и не к чистым животным. И связано это с многими обстоятельствами. Я не буду говорить об обстоятельствах, связанных с сохранением, ну, не знаю, собственного здоровья, потому что и в животном мире происходит очень серьезный разлад, и появляются животные, и прочие, говорят, падальщики, которые являются разносчиками и всевозможных заболеваний и прочего. Но в этом есть еще и очень важный духовный смысл, который заключается в воздержании. Воздержание является источником чистоты для человека. Не столько животное может осквернить человека, сколько человек через свое невоздержание может осквернить себя самого. Сделаться сам животным. То есть, не делая такого сознательного, осознанного выбора в сторону воздержания чистоты своей собственной жизни, ну, наполняет себя всем тем, что начинает сквернить человека. Безграничное, безрассудное пользование и всем, и вся человека делает не вершиной всего творения, а в некоторых случаях не самой высшей, а иногда и низшей точкой этого творения. Это, кстати, возвращаясь к началу нашего разговора, когда в таких случаях называют человека тварью не в понимании творения, а в неком таком отрицательном смысле этого слова. Поэтому и был дан закон о запрете чистого или нечистого. Для современного христианина таким запретом чистого или нечистого является закон поста. Когда в пост мы не вкушаем мясо. Не потому, что оно вдруг становится нечистым, но потому, что это знак нашего воздержания, нашей возможности быть свободным и свободным принимать решение делать или не делать. Такое упражнение в силе собственного духа. Если хотите, духовное упражнение в силе своей человечности. Но оно, конечно, относится не к мясу. Мясо – это всего лишь один из приемов показать свою свободу. Я не буду вкушать этого мяса. Я не буду поступать так или иначе. Потому что время поста заставляет меня задуматься о том, что я все же должен следовать не каким-то инстинктивным желаниям, а все же мною должно повелевать мое сердце и моя собственная вера, моя человечность. Но все-таки к пище. Когда животных ведут на убой, когда разделывают, есть какие-то правила? Они же откуда-то взялись. Да, эти правила, в том числе запечатлены в Священном Писании Ветхого Завета, об этом говорится, что душа животного находится в его крови. Поэтому не стоит человеку, и запрещено человеку употреблять кровь животного. Она должна быть излита в землю, ибо была взята из земли. Душа животного не имеет вечного происхождения, как имеет это происхождение душа человека. Родившись однажды, она уже больше никогда не умирает и является вечной. И уже не рождается вновь в ком-то или не вселяется во что-то. Она продолжает свое вечное бытие сначала в человеческом теле, а затем вне человеческого тела, а затем, по откровению Священного Писания, вновь воскреснет и соединится со своим телом. Душа животного совершенно иная. Она не носит печати бессмертия, и она временна, а не вечна. И посему, по указанию Священного Писания, кровь животного должна изливаться в землю, и человек не должен вкушать крови. И это призвание, это повеление остается и сегодня актуальным для верующих людей. А гематоген? Я очень часто слышу этот вопрос. Вы знаете, если говорить уже о таких вещах, как производных, то мы сейчас можем, наверное, очень далеко зайти в дискуссии, потому что этих производных большое количество. Полагаю, что есть и некие производные, которые вполне могли бы заменить человеку гематоген. Я знаю многих людей, уж не хочу сам себя приводить в пример, но не ем я этого гематогена и вполне комфортно себя чувствую, и нахожу себе другую пищу для еды, и для того, чтобы поддержать свое здоровье в период каких-то там сезонных инфекций и болезней. Понятно. Владыка, а как вот есть же истории, когда святые отцы приручали диких животных? Да, вот спасибо за этот вопрос. Он как раз лучшим образом показывает нам, что вот то самое единение, ну или говоря языком более понятным для наших телезрителей, гармония, она возникает как источник собственной чистоты жизни. Если хотите, то странным образом животное каким-то образом чувствует в людях святость и чистоту в жизни. Вот мы можем вспомнить там и преподобного Серафима Саровского, и можем вспомнить и житие Марии Египетской, где к старцу приходит лев и копает могилу для преподобной Марии Египетской. Мы можем вспомнить массу таких повествований, которые говорят о том, что животные служат человеку тогда, когда человек свободно служит Богу. Если человек сам связан страстями и служит только себе, то и животные перестают подчиняться этому человеку. Они начинают, если хотите, уподобляться человеку и служить своим собственным страстям. Ну а страсть дикого зверя ясна, ему надо пропитать себя. Ну, кстати, я вот вернусь к первому вопросу об обидности слов. Ну вот, например, слово «зверь», оно же имеет совершенно плохую трактовку, да? В плохом контексте употребляется число зверя. Вы знаете, это слово впервые употребляется в такой коннотации, в Откровении, в книге Откровения. В Священном Писании мы не найдем употребление этого слова в неком негативном смысле. Это речь идет все же о животном мире. А в Откровении, где говорится об Антихристе, это слово употребляется в совершенно ином значении, в понимании того, что это будет тот, кто восстанет на Бога, на самого. И называется он зверем по своей ненависти к Создателю. И при этом этот зверь отличается от любых других зверей. Ну вот, к примеру, в Откровении на Богослово он описывается как некое чудовище с множеством каких-то внешних, то у него большое количество когтей, и железный, и медный, и прочее, и прочее. То есть само описание этого зверя говорит о том, что он не относится к животному миру. Если хотите, это такое аллегорическое использование образа, которое, повторюсь еще раз, подчеркивает то, что это творение, этот зверь, он не будет сыном Божиим и восстанет против самого Бога. Ой, какой разговор у нас получился. Владыка, спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Владыка. Очень интересно сегодня. Продолжим. Кстати, если говорить о употреблении мяса в пищу, то многие просто заменяют его рыбой. Я знаю, что вы очень любите морепродукты, да, и, в общем-то, ну, если не едите мясо, а готовят лучше всех, вы говорили это, на Святой горе Афон. Да, там действительно есть большой опыт. Ну, вы посещаете это замечательное место. Мало того, вы недавно вернулись. Да, и мы как раз об этом поговорим в нашей следующей передаче. С большим интересом и удовольствием для себя вспомню эту замечательную поездку. Может, рецепт какой-нибудь мы слышим от вас. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Вам слово, Владыка Торицына. Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие братья и сестры, И сегодняшнюю беседу мы, как и все наши встречи, посвящаем тому, чтобы в каждом из нас мы прежде всего в себе самих видели образ Божий, и в других его видели. Все мы творение Божие. И дай Бог, чтобы нас подлинно отличало вот это сыновство, о котором мы говорили, чтобы мы не подчиняли других себе, а умели сами подчиняться Богу. И тогда Бог подчинит нас, нам и для нас, тех, кто рядом с нами, и нас, тем, кто находится рядом с нами. Храни и благослови всех вас, Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова